Друзья, привет! Это спецвыпуск нашего ауткаста The Breakout, и он сегодня на русском языке, а у нас в гостях будет Марина Карбан. Марина, привет! Привет, Ахмед! Очень рада, что вы присоединились к нам сегодня, и можно, пожалуйста, представить себя просто как аудиторию. Спасибо большое. Во-первых, спасибо огромное за приглашение. Я Марина Карбан, я проректор школы управления Сколково, директор программы для женщин Flow и директор программы «Лидеры как преподаватели». Отлично. Хорошо, так, я вот этот, на самом деле, вот этот подкаст был во-первых для меня такой сюрприз, потому что я вообще не знал, о чем мы будем разговаривать сегодня. Я тоже. Вообще, поэтому все, что у нас будет сегодня, это просто такое-то размельчение. Просто думаем, да, думаем вместе. И я думал, что мы можем, например, говорить о том, как улучшить привлекательность высшего образования здесь, в России. Во-вторых, какие ключевые, например, стороны высшего образования здесь, в России, которые можно считаться очень хорошим. Можно улучшить. Хорошо. Но они очень, в основном, очень хорошие. Второй вопрос, что здесь вообще университет делает плохо. А третий вопрос, это что университет ничего просто не делает. Вообще отсутствует здесь, в России, в российских вузах. Поэтому начинаемся с первого вопроса. И какие просто... Что мы делаем хорошо, на ваш взгляд? Да, спасибо большое. Для меня, правда, это сложные вопросы, потому что все-таки в большой степени я занимаюсь бизнес-образованием. Конечно, мы как школа работаем много с университетами. Но здесь у нас есть специальные эксперты, которые точно про это расскажут лучше, чем я, потому что мы это анализируем, выкладываем эти отчеты. И, кстати, все это можно посмотреть на нашем сайте. Прямо вот что происходит с высшим образованием. У нас есть центр образования, который возглавляет Ольга Назайкинская, которая сюда регулярно, кстати, приезжает. И этот центр профессионально вам про это расскажет. Поэтому мое мнение, оно будет, наверное, где-то в такое соединение немножко субъективного с тем, с чем я сталкиваюсь по своей практике. Поэтому первое. Во-первых, я считаю, что вообще хорошо, что у нас есть высшее образование в достаточном количестве. Надо сказать, что с одной стороны, действительно, вот эта возможность выбора, она имеет большое значение. С другой стороны, мы уже видим, что высшее образование стало коммодити. Это связано, опять же, с нашей культурой, с тем, что все родители считают, что обязательно их дети должны получать высшее образование. И все еще, хотя, казалось бы, уже там сменилось много поколений. И наши дети, а я тоже мама двух студентов-бакалавров, значит, говорят, ну, а может, нам и не надо вообще это образование. Но мы, родители, говорим, нет, значит, что значит не надо? Конечно, нужно. И, конечно, когда у тебя высшее образование становится коммодити, у этого начинают возникать какие-то свои минусы в том числе. Потому что у тебя все очень сильно выравниваются, а все-таки высшее образование, оно, ну, такое немножко элитное, что ли, образование. И в какой-то степени каждый вуз, мне кажется, старается работать над этой элитарностью несколькими способами. И вот это как раз про то, что еще хорошо происходит, выбор правильных студентов для правильных направлений, это, конечно, происходит достаточно хорошо. Потому что все вузы и все направления в этих вузах борются за этих лучших студентов. И мне кажется, мы можем точно в этом посоперничать со всеми лучшими международными вузами, потому что мы знаем, что такое вообще бороться за студентов. И вот этот отбор часто очень достаточно жесткий с точки зрения баллов ЕГЭ и так далее. И с точки зрения того, что часто тоже в разные направления мы делаем специальные собеседования, отбирая своих, да, своих и потенциальных. Хотя определить потенциал все равно крайне сложно. Мы буквально вчера же, у нас была хорошая про это дискуссия, что кажется, что ты вот на первый курс отобрал вот точно тех, которые дадут большой-большой потенциал. Но на самом деле ты понимаешь, что это только уже к концу четвертого курса, когда они у тебя проявились всеми способами, потому что только-только жизнь уже это все и проявляет. Поэтому мне кажется, что вот эта борьба за студента и вычленение своего студента происходит достаточно хорошо. Высшее образование уже доступно для всех. Я как раз считаю, что какая-то часть, наоборот, нужно развивать образование еще доуниверситетское. Там нам нужно развивать колледжи, нужно развивать училищ, нужно развивать профессиональное образование, потому что, в принципе, должна произойти некоторая сегрегация все-таки. Потому что университеты, в силу того, как они развивались, они очень много взяли на себя и профессионального образования в том числе. Которое в целом может абсолютно спокойно отходить, вот повторюсь, к колледжам, к училищам, в общем, к тому, что не обязательно должен делать университет. А университет действительно может оставлять все-таки работу с мышлением, работу с развитием уже более высокого уровня компетенций и не быть таким массовым. Но это, я повторюсь, это мое субъективное мнение, потому что сейчас это уже массовое образование. И, в принципе, это, ну, окей. Просто вопрос в том, как происходит в образовательной вообще индустрии деление между тем, что делает какое образовательное учреждение, на каких этапах. И как это вот разделение происходит. И дальше это очень во многом зависит от самого вуза, что хочет сам вуз. И от выбора стратегии этого вуза. Какой-то вуз говорит, я буду заниматься наукой в большей степени. И начинает уделять этому большее внимание. Кто-то говорит, слушайте, вот мне как раз точно, вот мы работаем, например, в Сколково работаем с МФТИ, с физтехом. Это школа, которая всегда очень жестко, очень четко отбирала ребят, студентов и говорила, мы отбираем только своих физтехов, мы только их воспитываем. И у этого есть определенные критерии, включая интеллектуальные критерии обязательные. Очень высокий балл по математике, по ЕГЭ 85 и так далее. Ну, то есть это, например, как бы тоже это выбор вуза, да? Понятно. Но у меня на самом деле вопрос сейчас, что вообще удачно вообще получается, что университет и в основном в России развивает свою культуру или ценности, как вездех. Вездех может это позволить себе, потому что это вездех. А вообще, как сложно это для обычного регионального вуза в России просто отбирать своих людей по их, просто по своим критериям. А не критерия, которые ставлены, я не знаю, кто-нибудь просто ставит вот такие критерии. Министерство образования. Да, может быть. Ну, повторюсь, опять же, это мое субъективное мнение. Я считаю, что это есть самый параллельный путь, потому что, во-первых, даже когда мы говорим, что университет не развивает специальную культуру, это на самом деле не так. Это так же, как в любой корпорации, нет такого понятия, что у тебя нет корпокультуры. Корпоративная культура какая-то есть. Просто она либо такая, либо такая, либо вот такая. И выбор самого университета или любой организации эту культуру делает такой, какой он ее хочет делать. А дальше вопрос, какой хочет. И поэтому самоопределение университета, что ты делаешь, а чего ты не делаешь, я считаю, это очень важный выбор. И я считаю, что это действительно и есть путь развития и самоопределения любого университета. Я, кстати, совершенно поражена тем, что происходит здесь, в Тюмени, и в Тюмгу в целом университете, и в САСе в частности. И, конечно, тот путь, который прошел Тюмгу, например, за последние, не знаю, те же самые 6-7 лет, это совершенно другой университет. Ну а уже то, что сделал проект САС, это просто вообще чудо какое-то. И это не произошло бы без вот этого самоопределения, как бы что мы хотим делать, кого мы воспитываем, с кем мы работаем, что мы вообще такое, как университет, и для кого и для чего. Для региона, для страны, для какой вообще агломерации, да. И пример того, что буквально вчера у нас с вами был вопрос к первокурсникам, а из каких регионов приехали, пример того, что сюда, в Тюмень, дети приезжают из очень разных регионов, это потрясающий пример. Потому что студент выбирает не только, даже не столько программу. Нам бы хотелось бы, нам, людям, которые делают программу, очень хотелось бы, мне кажется, вы уже к нам относитесь. Нам бы очень хотелось, чтобы выбирали нашу программу, чтобы видели всю красоту, как мы ее сложили. Но мне кажется, это не совсем так. Они, конечно, выбирают среду, которую университет предлагает, тех людей, которых он внутри университета предлагает, и те связи, которые находятся вокруг университета. И поэтому, говорю, меня поразило, сколько студентов приезжают сюда в Тюмень из других регионов. Но не только сколько студентов, сколько преподавателей, которые приезжают со всех разных стран мира, из Москвы, из Петербурга, которые сюда переезжают в Тюмень для того, чтобы здесь иметь интересную, классную работу. Потому что, мне кажется, самая главная мотивация, которая есть у таких людей, как студенты и преподаватели, это интерес. Это очень хорошо, что такой процесс вообще начался в России среди вузов, и сейчас есть какая-то конкуренция, можно так и сказать. Да, конечно, конечно. Во-первых, абсолютно точно. И действительно, конечно, в этом всегда происходит конкуренция. Потому что, я повторюсь, во-первых, мы боремся за студентов, во-вторых, мы боремся за репутацию, значит, вообще перед разными другими, перед родителями студентов, перед разными нашими стейкволдерами. Конечно, да. Ну, поэтому, чем четче твоя стратегия, чем четче ты понимаешь, что ты делаешь, кого ты выпускаешь, тем лучше. Вчера у нас тоже была очень интересная дискуссия, когда сами студенты рассказывали, что они выбирают не между университетами, а между городами. Да, это правда. Да, мне кажется, вы как, значит, еще недавняя студентность, тоже, тоже. И надо сказать, что и мои дети-бакалавры, выбирая между университетами, тоже выбирали между городами. Да, но дело в том, что сейчас, мне кажется, как раз самое хорошее время, и прямо я вижу, как этот процесс происходит, когда бренд университета, может быть, становится даже сильнее, чем бренд города. Когда ты едешь в Тюмгу, потому что здесь очень круто, и ты уже вторично думаешь о том, что это Тюмень. Понятно. Отлично. Это очень хорошо. Да. А тогда что университет деляет плохо? Интересно, что те же вещи, которые происходят хорошо, очень часто имеют обратную сторону медали. Вот это вот как раз, когда я говорю, что наш университет очень сильный своей предметностью, это очень много выставляет разных границ. и то, что я вижу, что междисциплинарность происходит довольно плохо. И действительно, в одном университете может быть, например, несколько школ, которые каждый держит очень жестко свои границы. И мало того, они могут еще и конкурировать внутри одного университета, в одном продуктовом портфеле, за одних и тех же студентов. А если мы подумаем со стороны студента, то для студента это вообще непонятно зачем. Потому что для студента все возможности университета и возможность выстраивать треки в разных школах, с разными преподавателями, с разными студентами является очень большим преимуществом. Опять же, вы скорее здесь, я не знаю, подтвердите или не подтвердите это. Может быть, вы скажете наоборот, знаешь, не надо мне вот со всеми, у меня есть своя аудитория, я поступил специально только в САС, потому что здесь только определенные люди, или МФТИ, потому что там только определенные люди. Но мне кажется, для развития и самого человека, и сообщества, а университет это сообщество, на самом деле это очень нужно. И вот эта вот работа с междисциплинарностью, мне кажется, это первое, что пока все еще университеты делают не очень хорошо, удерживая разные свои структурные границы, которые так устроены. Вторая вещь, вообще образование очень ригидная индустрия. И я себя тоже отношу к этой индустрии, к этой же ригидности, мы плохо меняемся. Конечно, когда ты строишь с нуля, так же, как построено было Сколково, как построен САС был, нам проще меняться, потому что мы создаем команду с нуля, мы очень часто берем тех людей, которые не были в нашей индустрии, которые обременены тем, что нельзя нарушать какие-то нормы и правила, и действительно люди совершают какие-то необычные поступки. Но вообще, конечно, образование должно успевать меняться за жизнью, и это крайне сложно, потому что у тебя университет – это огромная структура, это хозяйство, но вот это очень много норм и правил, которые установлены исторически, и менять это очень-очень сложно. И вот здесь есть вообще-то хорошие лайфхаки, как это можно делать. У тебя изменения могут происходить на уровне самой программы, не обязательно на уровне самого университета, на уровне программы, на уровне школы. И мы даже, кстати, мы с Андреем Щербенком в нашем подкасте рассуждали о том, вообще о роли, например, директоров программ. И я бы сказала, что, например, не так много директоров программ находится в множестве программ университетов, но сам директор программы с его свободой творческой в рамках, опять же, понятных каких-то норм менять, придумывать что-то новое и успевать за временем – это очень хорошее нововведение, которое уже во многих университетах появилось, но чем больше их будет, тем больше будет вот этой подстройки. У меня вопрос, на самом деле, про первый пункт. Вы говорите, что это международисциплинарность, и мы делаем очень плохо или нехорошо, потому что… Недостаточно. Недостаточно, да. И у меня просто такие три сейчас, я не знаю, контраргументы, или, может быть, нет, просто идеи. Первое, международисциплинарность, на самом деле, предполагает, что… предполагает снижение автономности преподавателей. Поэтому здесь вообще это такой-то страх всегда бывает у преподавателей, вообще вот это принять участие в процессе международисциплинарности, потому что они считают, что они будут батареять не только роль, но вообще их автономность. Это во-первых. И во-вторых, тоже, что директора институтов, они переживают, что если преподаватель будет чувствовать так, это значит, что они могут найти себе другое место работы, где они в основном дают, конечно, больше автономность. Вот это дисциплинарная, можно так и сказать, дисциплинарная автономность. Да, и тогда мои студенты остаются без профессора вообще. А кто тогда будет привлекать студентов вообще в наш институт? У нас нет профессора, потому что я хочу вообще принять вот такую идею международисциплинарности в нашем институте. И третье, международисциплинарность вообще предполагает вот эту неопределенность всегда. Мы не можем это сложно объяснить вообще внешней аудитории, о чем вообще... Это программа. Да, исследование, наша программа, вообще, что мы делим здесь. О, да, мы смотрим на проблемы с разных точек зрения. А, окей, а потом? Да. Поэтому есть три такие вещи, которые на самом деле всегда возникают. Я не знаю, проблемы, может быть, просто какой-то страшной идеи вообще бывает у людей. И как мы можем тогда, я не знаю, успокоить их? Да, да. Ахмед, я тебя благодарю, но вы ведь несколько раз в разных вариантах сказали слово «страх». Да. Значит, профессора боятся, значит, директора профессоров боятся, студенты боятся, своих родителей боятся. Вот я считаю, что работать надо с этими страхами. Извините. Да. То есть, конечно, все правильно, все так и есть. Но почему, я говорю, почему, конечно, нам, тем, кто начинает с нуля, гораздо проще. Страх в основном у тех, у кого уже есть все это собранное, кто живет в каких-то определенных, как я уже сказала, нормах и правилах, и в организационных структурах, когда действительно страх потерять контроль, власть, управление, он достаточно большой. Просто вопрос, я говорю, вопрос в том, что это за страх. У тех школ, вот как Сколково, например, которые создают все с нуля, у нас такого страха нет. И мы изначально, например, мы формируем такие команды междисциплинарные. Это не значит, что нет лидеров каких-то компетенций или предметов, или тем. Условно, есть преподаватель, профессор, который курирует тему организационного, организационного бехевера, HR и так далее, но это не значит, что она делает это одна. То есть она курирует, но она собирает команду разных других людей, которые занимаются decision-making, digital transformation, абсолютно там operational management, project management, которые друг с другом начинают придумывать разные продукты в зоне HR, и смотреть на него, и организационного бехевера, смотреть на него по-другому. И мы делаем продукты, которые собраны из разных профессоров, потому что сейчас уже так все происходит, но уже как бы в нашем взрослом мире, не в высшем образовании, а в бизнес-школе, что у тебя нет одного предметного подхода, больше нет, все. Потому что образование высшее устроено предметно, а жизнь уже не устроена предметно. Она у тебя уже междисциплинарна. И для того, чтобы принимать решение в ситуации неопределенности, которое у тебя все время происходит, тебе надо видеть как бы все это со всех сторон. И поэтому я считаю, что междисциплинарное образование, которое мы закладываем в высшем образовании, оно дает тебя, оно формирует твое мышление, твои, ну, фактически мозговые мышцы таким образом, что ты способен затем осваивать любые знания, любые предметы. И на самом деле самая важная тема принятия решений в этой самой ситуации неопределенности довольно быстро. Прекрасно. Хорошо. Да, но это не все. Сейчас, извините. Вторая штука, которую вы сказали, она правда очень важная. За последние годы она очень усилилась. Это тема прагматики, прагматизма. Потому что вы сейчас говорите, конечно, не всем понятно, что такое междисциплинарное образование. Кем я буду? Спрашиваем. Мы родители и дети. И на самом деле потенциальные работодатели. Вы кого выпускаете? Вы нам кого даете? Абсолютно. Потому что сами организации тоже часто устроены как бы как некоторые клеточки. Но и это меняется. Дело в том, что и это меняется. И сами организации, кстати, что достаточно интересно, помимо вот этих функциональных клеточек, становятся тоже сообществами, а не только такими функционально-предметными структурами. Кстати, период ковида это очень четко показал. Потому что, да, конечно, у тебя есть производство, у тебя есть, опять же, там разные офисные работы и прочее, но когда случился ковид, и когда все эти люди оказались разбросанными, причем в очень разных условиях, то был очень важный вопрос, а как ты их собираешь как организацию? Они у тебя на что собираются? И в этот момент очень многие организации поняли, что у тебя любая компания – это на самом деле сообщество. И вообще сегодня управление не ресурсами, не только управление талантами, а это управление сообществом. Но для этого человек, который оказывается в сообществе, какой это человек? Это человек, способный, с одной стороны, понимать разное, с другой стороны, брать на себя ответственности, лидерство. Потому что в сообществе очень много должно быть инициативы. Брать на себя эту инициативу, его дальше развивать. А для этого у тебя и мышление должно быть, и способность. И это, на мой взгляд, должно закладываться именно в высшем образовании, потому что это тот период, даже физиологический, это тот период, когда это все формируется. Поэтому вот эту прагматику я бы относила на последний год. Это то, что мы делаем у себя в Сколково-Бакалавриате, когда последний год является годом стажировок, и когда, да, ты начинаешь уже примиряться к тому, что происходит в организации. А организация примиряется к тебе, ты тоже ее меняешь. Но первые как минимум два года ты все-таки осваиваешь. Ну, ты физически еще меняешься. Да, вот глаз человека, глаз, кстати, мужчины, растет до 25 лет. Ну вот, это только один глаз. А с мозгом что? Да. Ну вот, поэтому я считаю, что ровно в этот период и должно все происходить. И должно происходить еще и, на самом деле, преодоление. Потому что у нас обычное преодоление уже происходит потом, когда мы вышли в организацию, начинаем переучиваться. Нас начинают, в общем, нам говорят, что вообще то, чем мы выучились, это все ерунда. Но вот это вот преодоление и формирование, вы сказали слово «человек», что это важнее. И для меня, например, тоже. Что вот это осознание, что ты формируешь человека, слово «университет», оно относится к универсальности этого развития. Оно происходит именно в этот период. Поэтому я считаю, что очень важна, конечно, междициплинарность и только бороться со страхами и находить интерес, почему эти преподаватели должны захотеть работать друг с другом. Для этого, помимо работы со страхами, у них должна быть работа с собственным развитием и с мотивацией, а что им дальше делать. Они же как бы боятся потерять работу, потому что они не знают, что им дальше делать, если это не отработа. И это отдельный вопрос, который для нас, для тех, кто управляет школами, управляет преподавателями, это вообще очень важный вопрос. Работать с преподавателями – это вообще самое, мне кажется, даже важнее, чем работать с студентами. Это какая-то боль. Это магия. Да, это магия. Хорошо. И любовь. Окей. Преподавателями. Да, конечно. Так, последний вопрос, на самом деле. Тогда что, на ваш взгляд, университет вообще не делает? И нужно уже начинать делать. Я не знаю ответа на этот вопрос. Во-первых, все университеты разные. И университеты делают очень много. И мне кажется, иногда даже слишком много. И может быть, я бы повернул этот вопрос по-другому. Иногда университету нужно подумать о том, чего ему не делать. Вот что бы я предложила бы университетам делать? Посмотреть друг на друга и делать много, больше партнерских проектов. И партнерских проектов, особенно в регионах. Потому что мы видим очень много программ, которые, например, региональный университет, московский университет или питерский. А я предложила бы это делать между региональными университетами. Но для этого в очередной раз возвращаясь к нашему первому пункту, нужно сделать самоопределение, понимание, чего ты хочешь, на какой аудитории ты работаешь, какая твоя компетенция сильная, и по какой компетенции ты хочешь партнериться с другими университетами. Потому что мы, конечно, боремся за студентов, но их же вообще-то как бы немного. Это первое. Второе, кстати, вот еще что я бы рекомендовала, выходить за границы страны. Потому что, опять же, воронка студентов, просто в силу демографии, того, что вообще происходит с населением, она, правда, маленькая. И вот на что бы я точно предложила обратить внимание на выход за пределы, за границей. Смотреть, расширять аудиторию. Вы приехали из Египта. Да. Я видела вчера студентов из Индии. Откуда еще там? Из Индонезии, например. Индонезия и так далее. Из Колумбии, из Африки вообще. Вообще-то потенциальных студентов очень большое количество. Есть много стран, в которых переизбыток студентов. Например, опять же, там Малайзия, какие-то Африка. Да. Ну вот. И это все, это я не говорю, например, про Латинскую Америку, потому что другой часовой пояс, и там не так все просто. Но с Африкой у нас, по-моему, чуть ли не один час разницы. Да. То есть выходить за эти пределы, смотреть гораздо больше на вот эту воронку, расширять ее, и работать с иностранными студентами через это, в общем, как бы пополняя наш демографический фонд в том числе. Это, кстати, развивает сам университет. А еще иностранные преподаватели? Не только со стороны. Конечно, конечно. Иностранные преподаватели, но этому точно нам всем надо учиться у САС. Потому что то, как вы работаете с иностранными преподавателями, конечно, мало кто так работает, и это мы у вас учимся. Спасибо большое. На самом деле, я вам очень благодарен, потому что это был очень прекрасный такой-то, очень интересный, на самом деле, разговор. И я надеюсь, что это было интересно вам. Да, это был очень классный, интересный диалог. Мне кажется, я так много не размышляла про высшее образование, как последний год. Это очень хорошо. Это точно, это тоже развивает мой пост. Нет, это очень хорошо. Да. И, конечно, если у вас будут какие-то вопросы, комментарии, будем ждать их, и, если что, мы будем на связи. Это все. Пока. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok